Зима 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 Варианты. 50 километров в час, 10 километров, 3 километра, или же 1 километр. Может быть, 3 километра. Правильно, правильно. Как четко вы отвечаете. И без малейшей подсказки с моей стороны должна заметить. Я вас поздравляю, вы получаете подарочную карту на сумму в 250 гривен, с которой вы просто обязаны в скором времени отправиться в магазин Комфи. Ты точно не подсказываешь, Лера? Откуда они все знают? Это слово. Впервые. Впервые. Абсолютно. Даже знаками. Даже ни одна ресничка моя не трогнула. Мы просто в немерке пытались сегодня по этому поводу говорить, и я не отгадал. Я сказал, что это такое. 40, да? Сказал 40, да. Видишь? Представьте, 3 километра в час. Это вот так вот. Это вот так вот просто. Я не знаю. Слишком скорый ты в своих суждениях. Нужно было бы немножко подумать. Я не знаю, как жители Лондона умудрялись не нарушать подобный скоростной предел. Тем более, мне непонятно, как вообще Саша и Джо. Еще один момент, извините, по поводу повозок. В повозке экипаж должен был состоять из трех граждан. Одному из которых надлежало предшествовать повозке. Возглавлять колонну. Возглавлять колонну. Я не знаю, эта скорость, по-моему, ее невозможно просто даже измерить. Тем не менее, в магазинах конфи им не причиняют никакого вреда, не останавливают и не штрафуют. Давайте посмотрим, как это происходит. Про что мрее маленькая принцесса? Батьково сердце точно знает. Мне кажется, что лучшим подарком для моей дочки был бы такой штатив для фотокамеры. Вы удивитесь, подумаете, почему девчонки в четыре года штатив, но вы понимаете, что то есть подарок на перспективу, на вырос, как сказал в Радянском Союзе. Она выросла и увидит много безглуздых ляльок вот такую хорошую штуку. Кожна дитина не уявляет свята без поветряных кульок, солодостей и клоуней. Утім, навечно клоуни, когда есть такой татка. Вот такие ваги. Она будет из самого детства понимать вагу вещей. Та же самая лялька Барби вот тут присядет. И она будет понимать уже, что это не просто лялька, это 70, десь, мабуть, 120 грамм пластмассы. Дуже важливая информация. И особенно у четыре года. А Саня тем временем поринул у спогады. Я помню себе в четыре года. Мне в четыре года очень не хватало шнура. В мои четыре года, это было еще за советских времен, все шнури, они были просто припаянены до приладов. А вот такого взъемного шнура никогда не было. Я, честно говоря, хочу, чтобы у моей дочки было все, чего я не мог себе позволить в свой час. Поэтому я бы с удовольствием подарил бы ей этот шнур. Шнур так шнур. Татка и виднейшая. Сейчас на эти часы не часы без луздых рожевых сюрпризов. Вот, например, обычная людина заходит сюда и говорит, ой, я подарю своей маленькой девочке вот такой вот чехольчик. Навіщо он ей потребен? Навіщо ей ця рожевого потвора? Якщо є прекрасный, уникальный, красивый, сучасный, зарядный пристрій. Ось такий. Уявите себе, четырехречная девушка и этот пристрій. Счастливая фотография в альбоме. Такое оно, счастливое детство, за версией ее татка. А что с этого привода думают матуси? Такая справа. Есть девушка, есть четыре года, и нам нужно купить ей какие-то подарки. Что порадить? Можливо, игрушку, можливо, какой-то мультфильм. Музыка в четыре года, которая нужна. Знаете, детские песни, например. Нет, подарка это на десять лет написано. Это рано еще. Это рано. Стас Михайлов. А что порадить, какого-то конкретного выполнения? Она, например, слушает Брайан Демса, ей шесть лет, но она смотрит спирит, и эти песни, например, захоплены. Тогда я сейчас отчукиваю что-то серьезное для нее. И сегодня мала без подарка не остается. Своей динцей я выбрал диск Нино Катамадзе, а я, как настоящая взрослая человек, остаюсь в души дитиною, поэтому с удовольствием возьму себе Тігрулю и Винни. Это была программа Супертехно-перегоны. Смотрите на завтра о 19.00. Бегут паровозы, привет, мальчишу! Летят самолеты, привет, мальчишу! Плывут пароходы, привет, мальчишу! И только Комфи остановился и подарил мальчишу автомобиль. Но это случилось после того, как Вера своей волшебной рукой запустила нашу стиральную машину счастья. Стиральную машину счастья от Комфи мы запускаем. Сегодня мы надумались, Вадим, буквально заселиться в эту студию. Прописаться. Ведь прописаться. Ведь теперь отныне мы ведем Гутен Морген. Ура! Поздравьте нас, очень приятно. Поздравляем, замечали зрители. Останавливаем нашу прекрасную, благодатную машину. Открываем ее и достаем один из уникальных номерных знаков, который принадлежит одному из вас, счастливчику. Вверху вы видите акционный код. Внизу телефон счастливейшего из людей, который сегодня станет хозяином внедорожника Рено от магазина Комфи. Его телефон начинается с полюс 38 095. Теперь я уже не вижу. Но, в общем-то, и это не суть. Буквально через несколько секунд мы услышим его голос. Вы смотрите М1, программа Супертехно Парегона. Никогда еще люди с такой легкостью не расставались с автомобилями. Мы отдаем их и радуемся этому, потому что... А, уже рингтон. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Вас беспокоят с канала М1. Ага. Вас зовут как? Сереж. Сережа, добрый вечер еще раз. Сережа, вы вчера были в магазине Комфи? Да, забыл. Что вы купили? Ой, ну, покупал печку большую, печку, сливопечь. Ну и так, по мелочам. Прекрасно. Вы настоящий хозяин своей кухни, как я вижу. Конечно, это благодаря супруге. Женщины это наше все. Сережа, скажите, когда вы расставались с деньгами, вам было жалко потратить как-то энную сумму на вот это все? Нет, не было жалко, потому что я супруге дарил и детям дарил. Вы золотой человек. Очень приятно. Вот о таких мужчинах. Спасибо вам огромное от лица женщин. Лера будет плакать сегодня в гримёрке, вспоминая о вас, Сережа. Вы благородный человек. Правда. И вы знаете, вы правильно, что вы не жалеете о деньгах, которые вы потратили, потому что если вы... Может быть, даже вы и чувствовали в тот момент, что за эти деньги... Что вы будете за это вознаграждены вдвойне, не только по счётам, любовью вашей супруги и ваших детишек, но также автомобилем. Автомобилем. Автомобилем автомобиле. Рено Дастер. Сережа, вы хозяин автомобиля. Вы отчётливо это осознаёте? Это серьёзное, или нет? Это правда чистейшая. Это правда, это правда. Вы являетесь победителем нашей акции. Акции компании Комфи. Я вас уважаю. Спасибо вам. Спасибо, Галл. Жена падает. Спасибо компании Комфи. Огромное спасибо. Всё, вы продолжаете радоваться. Не кладите трубочку. Сейчас наши операторы расскажут вам, Серёжа, как забрать автомобиль. Хорошо? Хорошо. До свидания. До свидания. Говорим мы всем-всем-всем. И обещаем, что завтра, через 24 часа, ровно в 19.00, мы вернёмся на программе М1. В программе Супертехно-перегоны. И сделаем ещё. Одного человека счастливее ровно на что? На автомобиль. На одну машину. И так ежедневно. Ежедневная компания Комфи разыгрывает по одному автомобилю. Дарит вам по одному автомобилю. Каждый, каждый божий день. Всех вам благ.